Welcome, welcome, welcome. Команда Эдвард Гейминг лидирует со счетом 2-1. Но сейчас они взяли не ту сторону. Ну, серьезно, они пошли почему-то на сторону красных. Может быть, я путаю по поводу рейтинга двух команд. Тогда это бы все объяснило, почему команда Эдвард Гейминг сейчас на красной стороне. Потому что было бы тогда логично, что JD сейчас выбирали сторону. Но вроде бы JD были выше по рейтингу, чем команда Эдвард Гейминг перед этой встречей. Соответственно, они должны были выбирать три стороны в матче. Первую, третью и пятую карты, а вот вторую и четвертую Эдварды. Возможно, у Эдвардов есть план. Давайте посмотрим, какой. Варуса забирает JD при открытой кайсе, но при закрытом Алистаре. Забрали они все еще в банк, вы видите, и Рейкана. И показывают нам, о, какой Варус. Как он дышит тяжело. Как будто жвачку жует. Смотрите, ам, 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 дирол. Или Орбит. Какую вы, кстати, выбираете жвачку в магазине? Дирол или Орбит? Орбит дешевле. У нас в Латвии, по крайней мере. Там в чатике написано, Аса Акира, легендарный комментатор. Не знаю, кто такой Аса Акира, но, наверное, она действительно легендарная. Хуба-буба. Интересно, она еще продается. Жвачка для школьников. Для Варуса. Дирол. Дирол выбирает люди в основном, а не Орбит. Любопытно, что это, ну, по факту, не сражающиеся компании друг с другом. Это одна и та же компания их производит. Я забыл, правда, ее название. А вот раньше были сражения между двумя жвачными компаниями. Продайте теперь название, их тоже не вспомню. Но есть такая в интернете табличка, какой компании что принадлежит. И вот другая жвачная компания, она проиграла эту войну. И остался у нас теперь только Дирол, Стиморал, эти Орбиты и так далее. Хотя это все одна и та же компания, просто другие бренды ее. Но для нас зато создается вроде впечатление, что мы что-то другое жуем. Бублгум. Баблгам, да, вот Баблгам старенькая, добрая. Бумер, да, 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 старенькие, добрые жвачки. Ну что ж, давайте от жвачного изделия перейдем к резидовому. Потому что у нас игра здесь серьезная. Надо предохраняться. Варуса, Атрокса и Скарнера. Фу, Кайна надо было брать. Надо было собирать команду Даркинов. Я отказываюсь это смотреть. Команда Даркинов не собрана. Пойду музыку слушать. Смотрите, какая здесь красивая музыка. Пандора Джорни. Пол миллиона подписчиков. Миксы музыки, 25 миллионов просмотров. Я просто такие смотрю каналы. Я понимаю, что они как-то за счет чего-то-то живут, эти каналы. Но просто та музыка, которая здесь собрана, она вся защищена правообладателями. Поэтому по факту они ничего забирать деньги с выложенного видео не имеют права. Стоит с этих 25 миллионов. Но наверняка вот эти вот сами хозяева вот этих вот музык, они денежку какую-нибудь, может быть, платят Пандоре Джорни, чтобы они на этом канале выкладывали музыку. Ладно, вернемся. Чего у нас тут? Даркина не взяли в лес Каина. А так могли бы сделать сетап из пяти Даркинов. Вот это было бы круто, ребят. Изи пять Даркинов. А можно ли, кстати, сейчас пять Даркинов сделать? Это я так шуткую. А можно ли вообще сделать пять Даркинов? У нас есть Варус, у нас есть Атрокс, у нас есть Каин. Это точные Даркины. Три штуки. У нас еще проклятое оружие Ривенки есть, но оно не Даркино оружие. У нас есть проклятые Молот Поппи, но это тоже не Даркин. Это просто они по истории прокляты. А кто еще, кстати, Даркина? Каин не Даркин. Ну, у Каина история, типа, он еще борется с Даркином. Сиона подсказывает, тоже проклятое оружие. У Насоса проклятое оружие. Да, у Насоса точно было. Насчет Азира не помню. Азир просто был проклят ксератам, и это другая история. А вот именно что оружие, Даркин. Рука Тринды из старого лора. Это как порнофильм какой-то. Рука Тринды. Нет! Только не рука Тринды! Так, что у нас здесь творится? Что это за мусор набрала команда JD? Откуда здесь появился контроль Мак Лиссандра и старый добрый пидалстикс? Опа! Шуримские пацаны вознесенные, у них не проклятое оружие. Ну, может быть. Я говорю, что они как Поппи тогда и Ривенка. У них просто оружие придает им силу, но при этом, возможно, оно не Даркинское. Что за патчи? Вот именно. Что за патчи, что происходит? Так, у нас здесь что-то неимоверное произошло. Такое впечатление, что они ждали именно этой игры, чтобы высунуть всех этих чемпионов разом. Итак, Атрокс у нас на топ-лейн пойдет, ну, либо на мид-лейн. Лиссандра будет всячески вылавливать Акалия. Куда бы Акалия ни пошла, туда пойдет Лиссандра. Атрокс будет пытаться стоять с Галлио весь матч в этот момент. У нас Скарнер попал под талию. И Варус с Фиддлстиком на бот-лейне. Контроля, конечно, очень много у команды Джин Ди. Урона тоже очень много, но опять у них проблема. У них нет танка. Скарнер один не справится с этой работой. Более стандартный пик все же сделала команда Эдвард Гейминг. Но у них Зайеср без Райкана, а с Браумом. Галлио, в общем-то, не получил никакого усиления. Хотя Галлио плюс Акалия, об этом я не подумал. Ведь Акалия может полутанка собрать на топ-лейне с не пистолетом первым предметом, а, допустим, Абисалмаска та же самая. Или, как мы видели с вами, Блэккливер Акалия. Мы такие билды с вами тоже видели. То есть куча здоровья себе собрать и делать инициацию под Джонни и выживать, пока Галлио приземляется сверху. Это ваш лол настоящая Санта-Барбара. Но в этом смысле да. Вообще непонятно, как в этом лоле могут сочетаться все эти чемпионы разом. Ну, то есть, если лор взять, историю, что это типа планета Рунтерра, и все равно... Ой, тут теперь две тяночки. Ну, это одна и та же, но там еще одна сбоку стоит тяночка, болеющая за командой Эдвард Гейминг. А он тут ногти грызет, когда тяночка. Она такая... Ой, опять он ногти грызет. Ну, сколько же можно? На тебе пилочку. Пили, Шура, пили. Говорят, руки у тебя золотые. Их никто эту отсылку не поймет. А я так стараюсь иногда. Такие отсылочки вам, такие тоненькие шуточки настаиваю. А, никто ничего не понимает. Глупый народ пошел. Сельский леди. Леди. Гаги. Лор в лоле. Хе-хе. Ну да. 12 улев. Неплохо, неплохо. Э-э-э, что это такое? Грустный Амумо и радостный Кощак. Во-первых, пилите, а не пили. А во-вторых, не руки золотые, а гири. Да. Ну, отсылочка-то ты понял. Кощак. Кощак. Ну что ж, давайте оценивать, что у нас произошло. У Эдвардов очень сильный лейт-гейм. Ну, относительно JD. Если бы это была простая игра, я бы сказал, что за мусора не набрали. Но так, относительно команды JD, у них очень сильный лейт. У них есть контроль, у них есть магический урон. Есть независимый адекерри, есть ассасин. Есть танки. Кстати говоря, Галлио под демодж редакшеном и авторшоком. Браун под своим щитком и процентного урона плюс тру дамага не так много у команды JD будет, чтобы разбираться с ними на ура. В то же время у команды JD очень сильный мид-гейм за счет первых Лиссандры, ульты первого Скарнера, ульты первой ульты Фиттелстика. И если Эдварды начнут проигрывать эту встречу, я не верю, что они смогут камбэкнуть без хорошей инициации. А инициации у них нет. Но, если Эдварды не проиграть ленинг-фазу и сильно отдадутся в мид-гейме, то вполне реально, что JD ничего уже сделать не смогут в этой партии. Это золотой теленок, кстати говоря, было про гирю. Там тоже был Астап Бендер, конечно же, но это уже золотой теленок. 12 стульев это другой рассказ. В 12 стульях только было «Женимеш пассежур». Эту фразу я помню. Кстати, в Мадриде много этих «Женимеш пассежуров» было. Даже больше, чем в Москве, хотя в Москве всего один день пробыл и все равно их заметил. А так точно так же заходят, играют на инструментах в метро, на улице сидят. Это просто «Женимеш пассежуры» постоянные. А еще турок по шашкам. Нет, там не шашки, а шахматы были. В осюках! Ню, в осюки! Ну что ж, зеро-зеро Хару тут по ворду пробежался. Он пытается на контрганг поймать Скарнера, но чтобы поймать на контрганг, надо, чтобы тот сделал ганг. Во-первых, они его видят, а во-вторых, там ганг даже и не светился. Лол, синий баф в шортиках. Да, они здесь скины почему-то, бафов красного и синего оставили из как раз той серии, когда пул парти были скинчики. Руны показывают нам зума. Это стандартные руны для мидера. Ну, в данной игре он на топ-лейне, правда, он отыгрывать будет роль как раз того самого мидера. Там с тенденцией взял зум, чтобы не было проблем у него с КДР. Взял пушинку, чтобы постоянно можно было харасить Рея. А в этот момент у скаута неприятности. Гнает, кидает Ягао. Ну и скауту надоело эту линию стоять. Просто уходит на рекол, а на телепорте сюда вернется. Ягао помешать никак этому реколу не может, поэтому по фарму чуть-чуть там вот проиграет Галлио. Ну, это ерунда. Возвращается он на тележку. Мне кажется, зря он на тележку летит. Какой смысл от этого? Сразу попадешь под прокаст, если только это не байт. Это байт был! Красава! Скаут прописывает таун. Подкидывание! Еще одно подкидывание! Минус Ягао! Ягао добивает тележку эту. И килл хотят отдать скауту, но это сможет плохо кончиться. Ну, забирать же надо было Хару. Ну, что такое? Забирать такие киллы надо. Никаких оставлять. Это очень такой, как говорит английский комментатор, dice moment. Dice это на костях. Очень игровой момент был. Играли в лотерею здесь. Получится, не получится его добить. Хару хотят отдать от Роксу. Да. Вроде хотели отдать килл скауту на Галлио, а чуть было не отдали от Роксу. Надо аккуратнее, конечно, быть. Тем более, что джанглеру здесь тоже убийство пригодится. То есть нет такой прям проблемы, что если Галлио не получит убийство, мы проиграли. Да, конечно, хочется каталист получить быстрее. Это логично. Да, хочется Руа быстрее нас такать. Это тоже логично. Но это не та ситуация, где это саппорт либо заберет килл, либо ты. Нет, здесь джанглер получит. Он быстрее доберется до своего джанглерского предмета. Хир пошел отсос и минус Мао. Ламао. Флэшстан. Игнайт. Перекидывание. Экел. Еще один за талии. Правда, умирает у нас за это Браума. Вот тут очень много надамажили. Хорошая стяжечка идет от Айбоя. Правда, Айбоя в этот раз хоть и добил свои перышки, но дальше урон нечем наносить. Хотя Хару продолжает погоню. Даблый не попадает по Лакену. Лакен уворачивается. Неплохо. Вот тебе и два ганга от талии подряд. Клит пока не понимает, что ему делать, потому что он заработал это убийство скорее по везению, а не по суперстратегии. А на топе фри фарм у Рэя оказался. Флэш. А что? Зум. Я пытаюсь просто оценить, что Зум хотел сделать. Просто Акали его сейчас так и убить может. Без флэша остался у нас Зум. Акали выфармливает себе эти крипчиков. Понимает, что под крипами сражаться не стоит и уходит там под вышку дофармливать их. И талия туда смещается, потому что они знают, что у Зума нет теперь флэша. И Зум не раз еще будет там Ешку тратить по Акали, потому что эта Ешка для Хараса используется. Она урон наносит, кто не знает. У Лиссандры это ее эскейп. Но Акали предпочитает сейчас пойти на рекол и покупать мерки, чтобы никак Лиссандра ей не угодила. Она хотела убить Акали до шестого, а та апнула скрипа шестой и из-за этого он передумал. А-а-а. Но если только такая. Действительно, очень тоненькая мысль была у Зума, что он получил шестой. Акали еще пятый, у него минус 80 здоровья, там минус 90 примерно. И у него нет двойного прыжка через ульту. Поэтому он решил, что сделаю сейчас ул-ин. А когда сделал ул-ин, прямо в этот момент Акали получила шестой. Он передумал делать ул-ин и отошел. Да, для Акали я тоже, думаю, хотелось как раз сказать, перед тем, как у нас Зум сделал ул-ин, что Акали на топе против Лиссандры на топе отстоит в норм по фарму. На миде была проблема. Лиссандра легко ее запушивала. Вы помните, мы три раза уже видели этот матчап. Лиссандра против Акали. Один раз в Америке, Бьерксон стоял. Другой раз в Европе. Там по никнеймам не вспомню. Капс вроде был за Акали. И были проблемы у Акали. Она не могла фармиться. Первые шесть уровней она вообще не знала, что такое фарм. Потому что ее запушивают в легкую. Десять крипов идет под вышку. И тебе из этих десяти надо как-то их заласхитить. И ты ласхитишь только пятерых, и той-то хорошо. Это хороший расклад, я вам еще назвал. А здесь получается ситуация, что на топе все отлично Акали. Минус пять фарма к десятой минуте копейки. Там было по минус тридцать. То есть там Лиссандра делала к десятой минуте девяносто фарма. Ты делаешь там еле-еле шестьдесят два. Там шестьдесят пять. Бьеркс она была. Ну потом вроде Акали возвращалась в игру. Но это уже потом. Так можно это сноуболить и дальше. Всю эту ситуацию. Здесь же на топе, так как линия более длинная, Лиссандра не может запушить подвышку крипов. Акали долгими своими кушками издалека линию себе восстанавливает. Инициация идет по Рейну. Рей прыгает просто в свою тень. И безопасности остается. Правда он знает, что там Скарник где-то бегает. Решает все равно отойти. Глубже подвышку. Вар оставляет. И боится, мне кажется, даже слишком сильно. В этот момент зато свой товердайв организует команда Эдваргейм. Теперь понятно, почему так сильно Рей боялся. Он боялся, что еще и Атрокс туда подойдет. Но Атрокс пошел вниз защищать бот, но не успевает. Плохо фармит с собой в этой партии. Локен подвышка как будто выфармливает все. Но я подслушал английских комментаторов. Они назвали Локена Варус Мейнером. И сказали, что им бы в этой серии перейти назад к своему Варусу. Мол, хватит играть всяких кайс, всяких зай придумывать. И видите, он взял Варуса. Вот посмотрим. Локен уже Варус не достался в первой партии. Помните, Айбо его себе забрал. Сыграл плохо. И видимо, в этом план и был Эдвардов отобрать у Локена Варуса. В последующих играх Локен не брал Варус. Не совсем понятно, почему. Ну, брал Ашу зато. Но вот сейчас он наконец-то на своем сигнатурном чемпионе. И поглядим, как он у него будет работать. Клит снова организовывает ганг на топ-лейн. В этот раз из темноты. Но нет ботинок. Правда, Акалия, я думаю, сейчас просто заберет этого карыпа, отойдет, не пойдет дальше. Мэбби, я не прав, но старая Акалия проще пачки чистила. Да, наверное. Можно согласиться. Просто у прошлой Акалия... Скажем так, она проще чистила пачки, когда ей никто не мешал. Нынешняя Акалия, даже если ты мешаешь, она все равно чистит пачки. Но при этом, если ей никто не мешает, она так же тяжело чистит пачки. То есть, наверное, простота, если по цифрам пойти... Раньше было 100, например, уровень 100 было простоты. Если тебе никто не мешает. Если мешает, уровень простоты был 60. А сейчас всегда 75. Что тебе мешает, что не мешает, все равно 75 будет. Варус Мейнер. Это не оскорбление, это просто человек Варус Мейнер. Чего к нему пристали? У нас вон из Новой Зеландии Варус Мейнер приехал. Лмао занял позицию в кусте, как хочет дать ульту. Правда, этой ультой он особо ничего добиться не сможет. Там у Браума есть стеночка, Хилл есть, Клинца есть у Айбоя и Мейки. Александра идет протобелт на топе, а не в Руа. Акали пока не показала нам, что будет следующим предметом собирать. Будет ли это танковая Акалия, либо это будет Акалия. Стандартная просто, вот она на топе стоит. Рэй развлекается, прыгает. Ешка, к сожалению, не попал здесь, кинул ее просто на землю. Ой, запорол крипа своей автоатакой. Прыжочек, стан. Подходит Мейка. Сразу же дает Рэй прокаст. Ешка у него на КД. Попадает Ешка в крипа. Перепрыгивает. Урон, ну, не хватило. Хотя Мейка дает еще свою пассивку и отступает команда Эдвардов. Там Тауэрдайв неудачный был бы. Но свап произвели Эдварда. И могут сейчас побить немножко эту вышку. Акали надо уже реколиться и возвращаться на бутлайн. В этот момент Фидалстек дает ульту из темноты. Мейка нажимает Хилл, нажимает Клинц. Выживет ли он? Нет. Погибает от последней автоатаки со спины. Прилетает сюда Скарнер. Акали с бэка прилетает сюда на телепорте. Пытается наносить урон. Пошла Галя ульта. Приземление. Акали без урона. Прилетела под вышку и умерла. Как, в общем-то, и Скаут. Вот четвертый килл подряд. Какой-то челнок убийств. Поток смертей. Трупами забрасывала команда Эдвард. Только что свою команду оппонентов. И в итоге счет стал 4-2. Все преимущество, которое у них было. Но оно было незначительное, скажем прямо. Сейчас совсем закончилось плохо. Ну, какой-то странный тавердайв, конечно. Под Фидалстека лезть на тавердайв. Неразумно было. Вышка победила, бывает. Вышка оказалась сильнее Эдвардов. Неожиданно для них. Глупая, конечно, смерть игроков. И помните, я вам про это говорил. Если мидгейм Джейди начнут сноуболить, то Эдварды вряд ли вернутся в игру. У них нет танков и инициаторов. У них слабая комбинация Акали плюс Галлио. Лиссандра спокойно все это дело будет останавливать. Здесь Лиса делает all-in. Цепляется за Мейку. Мейку они вылавливают, убивают. И теоретически вот здесь надо было просто отдать Мейку и забить. Все, отдаем Мейку и забиваем на это все. Не надо никаких Акали сюда на телепорте. Не надо никаких Галлио ультов здесь. Просто отдали одного своего саппорта и про это забываем. А так в итоге и Акали потеряла фарм на боте. И Варус превратился в 2-0-2. Ничего просто. 2-0-2 стал паренек. А Трокс такой, блин, я все пропустил. Ходит со своим мечом. Грустный такой, я все пропустил. Да как же так-то? Акали в Гандблейд все же пошла. Это не будет танковая Акали. То есть это будет обычная сквешовая Акали, которую нужно, чтобы кто-то сделал инициацию за нее. А как раз таки инициации-то делать некому у команды Эдвард. Лайт по силе у них остается такой же, как и был. То есть они все еще сильнее команды JD в лейт-гейме, как мне кажется. Но не сильно. То есть там до 60% максимум добирается. И то только потому, что у них посерьезнее 2 контроля. Это про Галлио и Браума я говорю. А вот у команды JD каждый чемпион с контролем, но при этом есть маленькая проблема. Видимо, контроля много, здоровья мало. По факту в один контроль JD попали, и сразу вся команда может умереть. Просто один Галлио сверху с максимальными предметами приземлившись может убить 5 игроков сразу же. Ну, Лиссандра, видите, она без Руа будет. Вот это интересно посмотреть, как будет этот билд работать. Вчера мы с вами видели Руа. Хотя я рассказывал, что есть билд через Портобелт и Абисалмаску. Тоже достаточно танковый. Но все же Руа дает больше танковости. Но меньше КДР. А здесь вот прям в КДР играет Лиссандра. У него будет Джония, Прортобелт и КДР-ботинки и Транстенденция. Возможно, он трансгендера еще забафает какими-нибудь еще предметами на КДР. Твин Шэдоу. Япония УСЁ. У них едут Детонейшн Гейминг. Ну вот. Я же говорил. Это те же самые, что команда Рампэйдж. У них там название просто команды поменялось. Поздравляем японцев с очередной победой одной и той же команды на чемпионате. Что говорит не о том, что лига... Что это крепкая, сильная команда. О том, что лига не развивается. У них в Лиге легенд местный. Все игроки сильные в одной команде находятся, а других сильных нет. Варус тем временем ниндже тапки собрал, в отличие от Айбоя, который играл на Варусе сегодня. И мог собирать мерки, тот играл в Берсерке. Здесь ниндже тапки взяты, чтобы автоатаки Айбоя его не били. Но, мне кажется, главная проблема все равно будет магический урон от команды Эдвардов. Во, один парень понял мою шутку. СНГ референс, да. Действительно, СНГ референс я провел. Японцы специально название меняют, чтобы не выиграла эта шкала. Они, кстати, да, умнее пошли, чем СНГ лига. И их чемпион меняет каждый год название команды. То они были Rampage, то они Detonation. Конечно, честно, не Deformation, но хотя они все равно Detonation. Есть такое. Самое интересное, что команда Rampage, угадайте, кто сможет угадать, но это несложно, кстати говоря, как она называлась до Rampage. Поверьте мне, у него было еще одно название, до Rampage. Давайте чатик. Это несложно угадать. Ну, правда, сейчас кто-то пойдет гуглить. Эйс? Ну, ты в правильном направлении мыслишь, но не Эйс. Не Пентакилла, не Квадрокилл. Ну, что вы, ну... Вы же правильно мыслите, что это именно с Лигой Легенд связано, Rampage. Когда твой игрок убивает четвертого игрока подряд, он получает себе Rampage. А когда он делает немножко по-другому, что у него происходит? Эх, слабые все, чатик не очень. Какие-то ингейджи, фаталити. Что вы там придумываете себе? Все гораздо проще. Тильт. Леджендари. Нет, вот я думал, что, кстати, они будут называться в следующем году Леджендари. Это было бы логичнее для них. Как раз они так двигаются. Но они не Леджендари были. Ладно, слабенькие вы. Все. Ничего вы не способны. Давайте смотреть лучшую игру. Лигу Легенд. 4-2 у нас здесь счет. Ну, наконец-то! Нашелся один человек! Ну, спасибо. Я уже думал, никто из вас не сможет понять это. Один человек дал правильный ответ. Один! Вот серьезно, столько разных слов там было, он только один справился. Только один смог найти название правильное этой команды. Но не буду я вам подсказывать. Ищите этого человека. Найдите его! И спросите у него, как правильно. Ну, или прогуглите. А 4-3 он на счет пользы команды JD Gaming. Они давят немножко команды Эдвардов. Но, правда, пропустили сейчас на ботлейне. Смерть Фиддл Стика. За спину летят в Зуму. И вылавливают Зумчика. Зум попытается уйти, но здесь шишку ему отменят. Таунд. Флэш таунд. И, да, никуда он не убежит. Зум прожимает Джонни. Но эскейпа у него не будет. Килл я бы отдал Рэй. Рэй сам перепрыгнул через стенку. Назад прыгнуть не может, потому что он не нажал свою ульту по врагу. Потому что она у него в КД. И из-за этого прыгнуть никак не способен. И на Ешка не попал. Гатлайп, правильно? Далант. Доминейшн они назывались. Они назывались Доминейшн. Сначала они назывались Доминейшн. Потом они назывались Рампыч. Потом они стали называться Детонейшн. Сейчас они называются Дефформейшн. Я не знаю, что у них в голове у японцев. Но они каждый год меняют себе название. Они Доминейшн были. До этого. Вы правильно поняли, что это с Дотой связано. Но... С Дотой либо с Лолом. То есть это одна из вот этих фраз, которые произносят во время убийств. Факин Нейшн. Да. Я тоже считаю, что легко было догадаться. Они все еще Детонейшн. А вот сейчас в игре они под другим названием играли. Собский. Ну, а если они Дефформейшн официально еще не зарегистрировали, посмотрим, как они на чемпионате мира будут называться. Так или иначе, им надо следующее название делать Legendary. Legendary, либо Godlike. Вот что-то такое должно быть у них. Убер, Аллес, Дотча Мэйшн. Что за... 4-4 тем временем. 2 килла смогли отыграть Эдварда, но при этом они потеряли на этом объекты. Объекты вышечные, но не драконие. Не очень хорошо JD продавливают карту. Как мне кажется, можно гораздо лучше это все дело отыгрывать. Но они немножко побаиваются. JD-шники проиграть сейчас какой-нибудь Teamfighter, раскормить Акали. Правда, из-за этого, видите, они все равно проиграли несколько игроков. Чуть-чуть покормили Акали. Когда уже Одиссея? Ну, Киберкотлет, Редбаф еще в очках с трубкой. Чего? Я в Одиссею, кстати, так и не сыграл еще. Времени вообще не было. Я только приехал, Одиссея появилась. Там надо было простримить. Сейчас опять стримить. Сейчас опять стримить. Надеюсь, что я хотя бы в понедельник поиграю в Одиссею. Так что приглашаю всех ребят. Будем выбирать, на каком сервере будем играть в Одиссею. Можно и на RU сервере поиграть. Мне это все равно. Где играть эту стратегию? За это все равно только плюшки дают. Ну, кстати, можно и на RU сервере отыграться. И потом на Европе отыграться. Чтобы и там, и там все плюшки себе урвать. С пользователей побегая. Кто был сильнее после 35-й? Я считаю, JD здесь должны быть сильнее. Именно тимфайт их будет сильнее. Но Эдварда... То есть, тут опять есть тимфайты, а есть сплитпуши. Именно если идти по расплиту, то Эдварды будут лучше себя чувствовать. А если тимфайт, то JD могут спокойно дать бой через несколько сразу АОЕшных ультов. Тут тебе и Атрокс неубиваемый. Тут тебе и Баруса стяжка. Тут тебе и Лиссандра ульта. Тут тебе и Фиделстика ульта. А вот если мы рассмотрим, что не будет узкого пространства в 5 на 5, а будет именно кайт какой-то, то Эдварды должны побеждать. Им проще просто отыграть так. Они могут не залезать спокойно под Лиссандру с Фиделстиком. Так-то я дал 55% Эдвардам. Вы же помните. По процентам я дал Эдвардам 55. Уходить от этих слов я не буду. Тем временем 4-4 счет у нас продолжается. Встреча, которая ведет вас, можно сказать, на одну ступеньку ближе к чемпионату мира. Эдварды хотят еще раз поехать на чемпионат мира. Не только потому, что это им нравится. Просто на прошлом чемпионате мира они потеряли большую фановую базу. Из-за своих не самых лучших игр там. Как это произошло, например, с командой G2. То же самое. Когда G2 приезжали от Европы постоянно на чемпионат мира. Все от них отказывались. Говорили, да пошли вы. Играть не умеете. На вакейшены приезжайте на свои отдыхи. G2 и чемпионат мира. Там G2 и международные турниры. Поэтому G2 сегодня будут бороться тоже за путевочку эту. И точно так же это будут делать и Эдварды. До конца играть. И пока то, что они проигрывают в этой партии немножко по золоту. Это первый раз в этой серии вообще. То есть, по факту, Эдварды должны были сделать 3-0. Учитывая, как они играли все три партии. Но вот одну игру... Камбэкнули. JD, может быть, настало время камбэкаться для команды Эдвард Гейминг. Да. G2-8 на MSI. Да-да-да. G2-8 статистика. Две победы, восемь поражений. Это все помнят. Очень мало убийств. Как и в первой партии, кстати. Помните, в первой партии тоже очень мало было убийств. Я вот заметил, что последние партии у каждых китайских команд всегда мало убийств. И очень похоже, что это будет реально последняя партия. Эдварды очень сконцентрированно играют, потому что не хотят доводить дело до 2-2 счета, где у них не будет права выбора стороны. Акалия сейчас пошла на спритпуш. Ее никто остановить не может. Но на Шора стартует команда. JD не видит этого на Шора Эдварды. Пока не видит. Но аккуратненько начинает смещаться. Синий тринкетсайд видит, что осталось 9 тысяч. Дальше никуда не торопится. Поставили пинг. Аккуратненько дальше идут, потому что они понимают, что Фиддлстик будет прыгать. Лиссандр будет летать. Это не тот на Шор, который на Шор. Это скорее на Шор, который байт. Но уже довольно глубокий байт. Перепрыгивает туда внутрь. И на Шора проигрывает смайт войну у нас команда Эдвард Гейминг. Но убивает Фиддлстик. Акалия пытается выдержать этот урон, который по ней проходит. Пытается сама что-нибудь сделать, но ничего не убивает. Скаут. Успеет ли он прописать еще один таун? Дает он таун, но погибает при этом скаут. И погибает при этом вся оставшаяся команда Эдварда. Гонится Ягао за Хару. Притягивает его Лиссандра. Добивает. Почему-то Хару не добивает Лиссандра. А почему она его не добивает, не знаю. Но Скарнир зато вынужден был флешнуться через стеночку и добить. Майка убегает из-за этого. Спасибо Лиссандра. Она испугалась, что автоатака, видимо, его убьет ебой. И решил отойти. Ну что ж. Не получился сплитпуш от команды Эдвард. Как только Акалия ушла на боковую линию, тут же Джейди стартанули на Шора. И решили Эдварды не играть смайт войну, а играть во что-то такое не совсем понятное. Варуса оставляли. Но Варус не успел достать даже. Говорил от Рокса нет, а ведь... Ой, говорил, танка нет, а от Рокса что, не танк? Не, ну... С такой логикой можно любого чемпиона сделать. Назвать танком. Тут нет вот такого танка, про которого... Я говорю, что его очень долго ты убиваешь. К какому Варусу у него ноль ман? Так там автоатакой убить можно было. Причем здесь мана вообще. Там у человека 20 здоровья осталось. Там Крип его должен был добивать даже. Он просто развернулся. 3-2 самый популярный счет года. Очень похоже на то, что опять будет у нас 3-2. Все серии почему-то заканчиваются 3-2 в этом году. Скарнер, да. Скарнер танк. Это я не отрицаю. Вот этот чемпион действительно танк. Но не тот, который нужен. Он танк по одной цели. То есть он по факту может только на себя одну цель притащить. На шо разобрали джейдишники. Эдварды пытаются устроить здесь ловушку. Выпрыгивает зума. Таун не успевает. Зум на ешечке уходит в сторону. Хару надо было, наверное, здесь попытаться заклинание самому кинуть первым. И не давать ешке это сработать. Минус вышка на топ-лене. Минус вышка на минде. И может быть в дальнейшем и вышка на боте. Потеряно. Очень хорошо себя Александра чувствует. Три предмета на КДР. Транстенденция дает ей 40% суммарно. И Рободон она собрала. Не нужен ей никакой войд стафф. Потому что у оппонентов нет магической защиты. И пробивание она соберет только потом. И то может быть не сейчас в ней войд стафф. Сейчас, допустим, добавит себе... Они даже не знают, что ей тогда выбирать. Маску какую-нибудь. Можно Морелку сделать то же самое. За 30 минут Алия 0 ультов дала. Я вообще забыл, что есть Алия здесь в игре. И мы как-то тут уснули немножко. А ведь там и в Праду есть Алия, которая может стеночки ставить. Она и не фармилась, и не гангала. Просто была 3-0-1 перед этим темфайтом. И все. Странно, что Александра взяла КДР, а не мерки. Ну, у Александры 2 билда она. Либо берет мерки, когда много контроля у оппонентов. Либо берет КДР, когда сама хочет много контроля давать по оппонентам. Третьего билда я почти никогда не видел. Ну, в Солоку только, если дурачки берут там. И ты ему пытаешься объяснить, что продай чертовы ботинки на пенетру. На 18 пенетры они не решают. И купи себе мерки, чтобы тебя контролем не убивали. А он говорит, стап флеймингами, я тебя зарепорчу. Полезный такой парень. Скарнер играется в танка у людей. В Солоку он обычно атак спит АДшник. Не, ну там можно Вориора собрать. Можно даже Тринити Форс добавить к этому Вориору. Но все остальные предметы должны давать тебе здоровье и танковость. Минус 2 инкибитера. По 4 минуты будут они еще респауниться. Джей Дишники легко поднялись на Шором. Легко все взломали. И сейчас ждут следующего Дракона. Это еще один Клауд. Еще дополнительная скорость передвижения. И по Драконам полное равенство стало с Эдвардами у Джей Ди. Ну и здесь вопрос, нужна ли была вам эта Акалия. Просто тут либо Акалия, мне кажется, ребят, либо Акалию убирать надо, либо Талию убирать надо. Дело в том, что они оба Ability Power Champion. Это раз. Они оба так себе работают с Галлио. Это два. И они оба мешают друг другу, потому что оба боятся сделать врыв и ждут, пока кто-нибудь другой сделает врыв. То есть, чтобы Талия себя чувствовала прекрасно, ей нужен кто-то, кто синициирует. Чтобы Акалия чувствовала себя прекрасно, ей нужен кто-то, кто синициирует. И вот они оба ждут. И никто не делает инициацию вообще. Привет, Тимофей. Контроль бумаг. Жаль, здесь нет Люксы с контролем бумаг. Бухгалтер Люкса. Интересно, кто-нибудь здесь на стриме? Ну, там пару человек, наверное, вспомнили контроль бумаг. Бухгалтер Люксу. Ну, вот сколько людей со вчерашнего стрима здесь, мне интересно. Команда Ждунов. Ну, тут ГГ ворвалось. Хотя Бром хороший Дисунгевич делает. Можно еще посражаться. Убить надо. Ну, там Жоня. Жоня из зума добивает. Ягао под своей ультой пытается выжить. Убивает двух игроков. Это минус два. Акали жива. Но у нее нет урона, чтобы сражаться. Разворачивается она на Ягао, чтобы его добить. И тут база уже разваливается. Кто жив еще? Два АПшника живы. Акали есть возможность повоевать. Но Акали без тени. И без тени сомнения ее убивает Варус. А чем занималась Талия в этот момент? Талия дала просто так ульту, которая ничего и не дала. Промахивается В, промахивается Кушкой. Так, вызывайте Кракена. Мое предложение команде Эдвард. Вызывайте Кракена. Хару устал. Нам нужен Клерлав. Требую Клерлава. Хочу Кракена, ребят. К черту этого Хару, который сейчас киллшоты кидает, как... Да. Ну что, счет 2-2. Клерлав. Клерлав. Значки Айбоя. Кто не знает, это его смайлик. Айбоя. Это момент с интервью. С Шукс, который был, когда она ему задавала вопрос. А он над каждым вопросом думал по секунд 10, что ответить. Как будто ему кто-то переводил. Хотя, на самом деле, перевод был в открытую сделан. Да не Талия там закинула Акали Норм. А, нет. Да не, там Талия закинула Акали Норм. Ну да, я про это и говорю. Мне Талия совершенно не понравилась в этом матче. Конечно, кто-то скажет, что он, посмотрите, тут Бот Лейн не играл, Галлио не играл. Они все не играли. А все не играли, потому что, ну, комбинация была такая себе в мидгейме. И мидгеймом их раздавила команда JD. На том тавердайве сверху, когда Эдварды организовали тавердайв, Лиссандра дала контроль, Фиделстик дал контроль. Там и Акали умерла, и Талия умерла, и Галлио умер. Они минус 4 игрока тогда себе принесли, а могли спокойно еще держаться в мидгейме. Ну, а теперь идем на Перив. После Перива последняя партия в этой серии. Ждем.